Добрый день, уважаемые слушатели! Хотелось бы рассказать об определении индекса тенуации в диагностике стеатоза печени. И сначала хотелось бы немножко рассказать об актуальности данной методики. Почему стоит обратить пристальное внимание на такое диффузное заболевание, как стеатоз печени. Неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жира в гепатоцитах, с соответствующими морфологическими изменениями у лица, которые не употребляют алкоголь в гептотоксичных дозах. Существует несколько клиникаморфологических форм. Первой формой является стеатоз, который в большинстве случаев имеет доброкачественное течение и при своевременном лечении имеет тенденцию к регрессу. Второй формой является стеатогепатит, и за ним следует уже фиброз, который имеет тенденцию к прогрессированию в цирроз и дальнейший в гепатоцеллюлярный рак. Заболевание на начальных стадиях, как правило, протекает бессимптомно. Пациенты часто не обращаются с данной патологией к врачу. По данным международного метаанализа были проанализированы данные 8 миллионов жителей нашей мира, и у 25% населения было выявлено такое заболевание, как именно неалкогольная, жировая болезнь печени. Данную патологию можно разделить на первичную и вторичную. Первичные наблюдаются у пациентов с симптомами метаболического синдрома, такими как ожирение, гиперлепидемия, диабет, инсулинорезистентность. В нашей клинике большое внимание, ну, актуальна проблема именно вторичной, вторичном генезе, так как внешними факторами являются различные лекарственные препараты, такие, как химиотерапия. Повреждение печени проявляется множественными формами, и одной из этих форм является химиоассоциированный стиатогепатит. Это повреждение входит в одну из 20 форм повреждений печени, которые выделяет ВОЗ. Химиотерапия может оказывать прямую токсичность в виде повреждений гипотоцитов с соответствующими активациями клеток ИТа, фибробластов и сходом в фиброз, цирроз. И непрямую токсичность, которая более нас интересует в плане изменения липидного обмена и дальнейшим прогрессированием статоза и статогепатита. Также диффузные заболевания печени в анамнезе у пациента играют триггерную роль в прогрессировании диффузных заболеваний. Существует несколько гипотез, которые предполагают развитие данной патологии, но все ученые сводятся к тому, что это многофакторный процесс, до сих пор наиболее актуальна гипотеза двух ударов. Первым повреждением или ударом считается нарушение липидного обмена из-за изменения синтеза липопротеинов в гипотоцитах и последующим накоплением жировых клеток в паренхиме печени. Затем поврежденные гипотоциты становятся более чувствительными к факторам, к оксидативному стрессу. И также происходит еще большее повреждение гипотоцитов, накопление воспаления, происходит воспаление с выделением активных цитокинов, химокинов. Также происходит перекисное окисление липидов, поэтому получается замкнутый порочный круг, и от этого тяжесть заболевания усугубляется. Наиболее простая и понятная к интерпретации гистологическая классификация Бранта, которая была открыта, выпущена в 2001 году, она подразумевает под собой три степени эстеотоза. По процентному оценивается процентное содержание включения жировых отложений в гипотоциты. Меньше 5% — это отсутствие эстеотоза, и больше 66% — это уже тяжелая третья степень эстеотоза. Первая и вторая степени — это выраженные. К выраженному эстеотозу относятся третья степень к тяжелому. Более подробно перейду к методам диагностики. В нашем арсенале существуют такие методы оценки, как клинико-лабораторные и инструментальные. При проведении химиотерапии большое внимание уделяется именно биохимическому анализу крови, оценивается повышение ферментов печени во время химиотерапии. Но, как показывают исследования, что повышение ферментов больше чем в 50% случаев может не повышаться. Есть анализы, в которых отсутствует повышение АЛТ в 78% случаев на фоне химиотерапии. Также используются инструментальные методы диагностики, неинвазивные УЗИКТ и МРТ, и инвазивные биопсии. Биопсия печени является эталонным стандартом. При диагностике хронических диффузных заболеваний печени этот метод имеет преимущества и недостатки, но при проведении химиотерапии этот метод не является обязательным и не является первой линией. Биопсия печени используется только тогда, когда отсутствует снижение показателей АЛТ больше чем на 50% через 3-6 месяцев после отмены препаратов. Также биопсия используется, если нужно повторные курсы проведения химиотерапии, а уже доказано лекарственное повреждение печени. И также при хроническом лекарственном повреждении печени при персистенции изменений в лабораторных показателях более чем в 180 дней. Основные методики определения индекса аттенуации в ультразвуковой диагностике. Первым методом является всегда Б-режим. Мы оцениваем структуру печени, оцениваем гипторинальный индекс, является множеством достоинств, конечно же, у него, что является первой линией в диагностике, неинвазивной, доступной, отсутствует ионизирующее излучение и низкая стоимость. Но также есть и множество недостатков метода. Это субъективная оценка, операторозависимая оценка. Также при оценке начальных проявлений стеатоза чувствительность метода всегда по данным литературы не больше 65%. И также при начальных стадиях стеатоза меньше 20% или в высоком индексе масса СЦЛ больше 40 кг. на метр квадратная чувствительность ограничена и составляет не больше 50%. Вторая методика, на которой хотелось бы остановиться, это методика контролируемого параметра затухания, реализованная в аппарате FibroScan, применяется уже с 2010 года. Этот метод позволяет определить степень стеатоза, и к сегодняшнему дню накопился большой опыт по применению данной методики. Также есть достоинства методики. Это неинвазивный, безболезненный метод, может обнаружить раннее обнаружение изменений стеатоза печени. Операторы независимы, результаты в реальном времени, и оцениваем большой объем паренхемы печени, 3 сантиметра кубических, ну и, соответственно, это количественная оценка стеатоза. Также присутствуют и недостатки методики. Мы не можем визуализировать паренхему печени, не можем выбрать зону интереса. При первой степени стеатоза низкая степень чувствительности достигает 60% и требуется специальная аппаратура. На данном слайде представлены пороговые значения для данного аппарата. Также существует количественная оценка с помощью уже функций, встроенных в ультразвуковые аппараты. Существует несколько запатентованных методик, у разных фирм разные названия, но смысл методика един. Метод измерения индекса аттенуации в режиме реального времени с вспомогательной визуализацией в серошкальном режиме и световой кодировкой. Множество достоинств методики, помимо возможности традиционного клинического исследования, позволяет изменять положение датчика, тем самым выбирая лучшую зону визуализации без артефактов, таких как сосудов или артефактов от диафрагмы, также зоны без крупных печеночных сосудов или очаговых поражений печени. На данном слайде мы видим пример визуализации, видим окно, акроцветовое, 2х4 см, видим зону неокрашенную, это зона крупного сосуда, она не берется в конечные оценки индекса аттенуации, также видим оранжевую зону, повышенные показатели жесткости печени, это артефакты, тоже не берем в расчет их, и, соответственно, видим желтое окно, оптимальное, наиболее удачное окно для определения стеатоза, и в нижнем левом углу видим определение уже количественное, децибел на сантиметр на мегагерц, и рядом видим уже определение именно показатель информативности, у некоторых компаний он выше 80%, оптимально, что показатель эффективности выше 80%, ну, чем выше, тем лучше. Также в одной из крупных компаний представлено измерение индекса затухания, и, как мы видим, отсутствует кодировка цветового окна, вычисляется, данная методика вычисляет коэффициент затухания на основе амплитуд на разной глубине, и вычисляется наклон графика разности амплитуд, мы не видим цветовую кодировку, но мы можем видеть пунктирную желтую линию, по которой идет ультразвуковое луче, и оценка оценка индекса затухания по этой линии. Желтое окно — это зона интереса, в которой измеряется. Также мы видим 10 значений, которые представлены, сразу выводятся на экран, и также видим показатель эффективности. На данном слайде представлен показатель стеатоза, характерный по шкале для стеатоза первой степени, и эти данные подтвердили свою корреляцию с гистологической классификацией. В выводы можно добавить, что мультипараметрическая диагностика может стать перспективным методом, может стать мощным инструментом в диагностике диффузных изменений печени. На сегодняшний день существует потребность в более качественных, неинвазивных маркерах, которые не только позволяют диагностировать диффузные изменения печени, особенно изменения в фоне химиотерапии, химиоассоциированности, айтогепатит, но также в динамике отслеживать изменения, которые происходят в паренхимии печени. Особенно это актуально, в случаях, когда нельзя отменить химиопрепарат, больше принесет это вреда, чем пользы. Поэтому эта методика актуальна. Также реализация методики в ультразвуковом аппарате имеет ряд преимуществ по сравнению с методикой, реализованной в аппарате фиброскан и на наиболее высокую диагностическую эффективность определения индекса аттенуации при определении стеатозы первой и третьей степени. Также на определение индекса аттенуации не влияет изменение физических свойств тканей, такие как биохимическая активность холестаза и стадия фиброза. Спасибо за внимание. Продолжение следует...